Упс! Упс! Это означает сцепление. Это означает сцепление. Сейчас мы рассмотрим примеры, и вы поймете, что это такое. Посмотрите, вот пример en Fearnement, пример сцепления. Элэ-бэлэ. Посмотрите, что происходит в данном случае. У нас первое слово заканчивается на согласный звук. Элэ. Слово «она» читается как Элэ. Следующее слово, глагол «ээ», «она» есть красивая. Следующее слово, глагол «ээ» начинается с гласной. Получается, мы вот эти два слова читаем слитно, как будто это одно слово. И получается Элэ-бэлэ. Мы согласный звук этого слова прибавляем к гласному звуку следующего слова. И в итоге у нас получается один слог. Элэ-бэлэ. Элэ-бэлэ. То есть, по сути, французское предложение мы пытаемся прочитать как одно слово. Это подобно одному слову в русском языке. Или другой пример. У вас сцепление показано вверху. Посмотрите. Мишель. Михаил. Мишель. Слово заканчивается на Элль. Мишель. Следующее слово, абит. У нас аж не произносится. Получается, что слово начинается с гласного звука. Следующее слово, Орлеан. Название города Орлеана. Начинается с гласного звука. А слово абит заканчивается на согласный. Получается, мы произносим все это слитно. И получается, Мишель абитуреон. Посмотрите. Ми-ше-ля-би-то-ре-он. Это деление на слоги. Оно, возможно, здесь и не столь важно. Но все же, посмотрите. Эта транскрипция здесь показана для того, чтобы вы поняли, что звук предыдущего слова сливается со звуком последующего слова. Повторим еще раз. Итак, вот это мы с вами разобрали явление enchaînement, сцепление. Теперь переходим к голосовому связыванию. Что это такое? Думаю, вы помните, что такое обычное связывание. Это когда у нас слово заканчивается с согласной, на непроизносимую согласную. Последующее слово начинается с гласной. И это непроизносимое согласное начинает произноситься. Посмотрите, пожалуйста, на чат. Они имеют, например, дочку. Мы скажем «Ils ont une fille». «Он» – это форма какого глагола? Знаете ли вы такой глагол? «Ils ont une fille». Правильно, «Мария» – это форма глагола «avoir» в настоящем времени. Так. Наталья пишет. «Juli malade dans l'hôpital. Et malade? Есть связывание? Нет, здесь нет связывания. Посмотрите, здесь у нас слово «malade» начинается с согласного звука «м». Поэтому никакого связывания нет. Мы говорим о связывании, если у нас слово «il», посмотрите на мой пример, розовым выделенным, заканчивается на «с», которое обычно не произносится. Следующее слово «un» начинается с гласного звука. И тогда мы связываем эти два слова. И получается «ils ont». «Ильзон». Кстати, Наталья, ваше предложение неверное. Мы должны сказать... А, ну вы там глагол «этр» пропустили просто. «Juli est malade. Elle est dans l'hôpital. Например, она в больнице. И артикль перед словом «l'hôpital». Итак, теперь посмотрим на слайд. У нас пример нового явления голосового связывания. «L'yézum vocalique». «Vocalique» означает «голосовой», похоже на русское слово «вокальный». Итак, «Gerard vauburo». Что такое вообще вокалическое связывание? Вот вы видите, оно показано вверху. У нас одно слово начинается с гласной, и другое слово с гласной. И мы пропиваем эти два слова соседних. Получается, что мы никакой паузы не выдерживаем между этими словами. Послушайте еще раз. «Gerard vauburo». «Gerard vauburo». «Faitons». Повторим. «Gerard vauburo». Здесь показано деление на ритмические группы. После слова «Gerard» мы можем сделать паузу. «Gerard vauburo». А между «vauburo» мы не будем делать никаких пауз. «Vauburo». Продолжение следует. Продолжение следует...